Я знаю, что вы, во-первых, в том возрасте, который наверняка много знает и помнит тех событий, кроме того, в ретроспективных кадрах вы присутствуете как одно из первых поколений, которое уже было сегодня здесь, в Европе экономики. В общем, хотелось бы узнать и услышать от вас те воспоминания, те ощущения, может быть, то, что вы помните, знаете, с депортацией в Европе и о возвращении в Европе экономики? Ну, я, конечно, с самого раннего детства, первые учреждения мои, это, безусловно, вещи в Италии моей семьи, такие вопросы в семье, которые были в войне, будучи политологом, политическим работой, в конце концов, были компонтированы со своими членами, и многие-многие другие у нас добывают тайные вопросы, которые, конечно же, мы остались в семье, и мы не все готовы. Вот это вот самые яркие впечатления, которые, с чего начиналась моя жизнь и осталась у меня в памяти. Сегодня, тоже у нас в позиции своего возраста и цельного этого периода, я, безусловно, полагаю, что это, конечно же, была трагедия. Трагедия английского народа, трагедия, если хотите, всех народов Северского Союза, потому что вместе с нами пострадали очень-очень многие народы, в том числе наши русские братья. И если мы возьмем количество сосудов за тот период, то страшное слово «ГУЛАГ», там, конечно же, трудно определять, кто в меньшей, кто в большей степени. Это, безусловно, катастроф. Депортация – это страшная вещь. Это практически расизм у мужика, возведенный в куб. Это то, когда народом обвиняли в ужасных преступлениях, которые они совершали. И, наверное, самое главное, пытались зародить те семенные денности, не любви друг другу, разрушить то, что складывалось веками. Вот это одна, скажем так, темная сторона и страшная сторона депортации такой, какова она и есть. Но в то же самое время, что удивительно, и присущая, кстати, не только каунгам, но, может быть, каунгам, это даже более легче. Вызваны бабушки, дедушки. Они многие вспоминают со слезами, с боями, иногда с надрём в ужас. Но в то же самое время, я, наверное, никогда не слышал ничего плохого, ну, может быть, за исключением единственных случаев, ничего плохого в отношении русского завета. В те годы сибиряки и русские потянули свою руку. Я помню, мне отец рассказывал, как в той семье, куда их поселили, и их колбача было несколько, если говорить точнее, четверо, парализованная мать и хозяинка, которая тоже была, если не ошибаюсь, около трёх или пяти детишек. Но она делилась не последним куском хлеба, а картошку делила кула. И отец, вспоминая это, говорил о том, что его тогда это поражало. Рожало и меня. И по сегодняшний день я убеждён. Мне трудно сказать, в чём истоки этого. То ли в толерантности, веротерпимости нашей велики, то ли это в душе нашего народа быть великодушными с вами. Мы, я не побоюсь этого слова, великая нация. Мы прошли через столетия страданий. Мы научились терпеть боль, терпеть страдания. Выживали. Наверное, это нам помогло и в том, как мы восприняли эту трагедию, эту страшную катастрофу. И как мы передали это, кстати, будущее поколение. Как это передавалось мне, моим друзьям. И потом на протяжении многих-многих десятилетий. И сегодня я знаю об этом, что в каждой корольской семье хранят и горе, и боль, и в то же время любовь и доброту русских. Мы знаем о том, что вот эта добрая традиция проезда памяти, которая была, читая несколько десятилетий назад, мы ее продолжаем. И мы знаем о том, что наши старики, бывает, ищут и находят, переписываются со своими, сверстниками, ровесниками, встречаются с ними, делятся хлебом, делятся воспоминаниями. Иногда и рыдают, и плачут, но в то же время вспоминают, как светлый период своей жизни. Это мои личные первые впечатления.